Слушайте Радио Болтком. Известные политики, бизнесмены и деятели культуры отвечают на самые острые вопросы аудитории и дают комментарии на самые волнующие темы. Здравствуйте, я Абби Келкин, и я приглашаю вас на ток-шоу «Прямая речь». Слушайте по четвергам с 17 до 18 часов. Да, добрый день, уважаемые радиослушатели. Начинаем мы вот в прямом эфире, и сейчас у нас посредством скайпа на прямой связи будет Плитрова Кристиана Розенвальдс. Кристиан, добрый день. Добрый день. Да, ну много интересных событий происходит. Ну, во-первых, правительство отметило свое трехлетие, и это фактически самое такое долговечное правительство в новейшей истории Латвии. Вот во вторник было заседание Кабинета Министров. В два часа министры себя хвалили, рассказывали, что они вообще просто чудесные и прекрасные, и так много сделали, несмотря на пандемию. Ну, наверное, знаете, как говорится, сам себя не похвалишь, никто тебя не похвалит. Но вот оппоненты обращают внимание на катастрофически низкие рейтинги. С другой стороны, наверное, в условиях пандемии лучшего, наверное, ждать не приходится. Как вы все это оцениваете? И вполне возможно, что, может быть, представители правящей коалиции надеются как. До октября еще время есть, и ближе к выборам они скажут, ну вот видите, мы же все сделали, и от пандемии вас избавили, и с коммунальными платежами помогли кое-кому. Да, в общем, все сделали для вас? Ну, я вчера слушал и другие передачи, где тоже говорилось про это. Да. И действительно, ну, с одной стороны, во-первых, ну, три года. Это много, потому что помним до Кучинскиса, который тоже был долгожителем. Да, да. Там еще был кто у нас, долгожитель, по-моему, Калвитис долго прошел. Да, долго, даже два. Да, 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 да. Но надо признаться, что помним, и было время, когда их менялось... Каждый год. Каждую неделю. Да, да, да. И из-за этого то, что у нас есть какая-то там такая определенность, это даже неплохо. Другой вопрос, что иногда мне кажется, что сама цель, это не быть у власти и что-то сделать, а быть у власти и не быть, ну, угнанным от нее за такой маленький срок. Да, и из-за этого даже больше стремление устояться, чем что-то сделать. И это тоже можно охарактеризовать именно этим правительством. Потому что помним, как трудно у них было, как часто там появлялись возможности и сценарии, что типа вот Калинша уже бросаем. И помним, как трудно вообще лепилось это все вместе, когда была сначала коалиция из той же КПЛВ, которой у нее уже нет. Как трудно, я думаю, работать с консерваторами, которые по большому счету такие, ну, следующие в ранге популизма после КПЛВ, которых уже нет. Как трудно работать и с другими партиями, которые, ну, не всегда в той же, в реальной политике занимаются тем, что не обещают. Потому что их лозунги не всегда соответствуют с реалиями. Например, та же самая партия, атеисты и БПР, с одной стороны, за либеральные ценности, за открытости, такого во все вопросы возглавляют посты МВД и Министерства... Обороны. Медицины? Да, здоровье. Здоровье, да. Министерство, да, извиняюсь. Да, здоровье. И где принимаются решения, наоборот, ну, никак не либеральные. И это, ну, это не ихняя вина, это просто, ну, так совпало. Хотя, может быть, ну, если были более опытные, зачем тогда они ходят в те посты, где они никак не могут проявить именно свои ценности своей партии. И тогда после этого они стараются, может быть, каким-то образом влиять на другие тенденции с поведением в целом, для того, чтобы хоть как-то свою политическую программу как бы внедрить обратно или внедрить в процесс. И если мы говорим по поводу того, что мы слушали от самих министров, где они, как школьники, отчитывались, что типа, что я хорошего сделал за лето, на самом деле не самые худшие сценарии, потому что действительно ты правильно сказал такую народную мудрость, если сам себе не похвалишь, а кто тебе похвалит. И, скорее всего, в такой ситуации, в которой мы сейчас живем, создать такую платформу, понять, в которой люди бы осознали, да, у нас так много интересного было, мы вот же помним все эти вещи. Нет. Но, скорее всего, если вообще там правильно, очень примитивно даже, спросить народу, что вы думаете про правительство, я думаю, что вряд ли кто-то скажет очень все хорошо. Хотя я знаю, что есть и мнения, которые говорят, ну, не так уж плохо, могло быть и хуже. Это такая уже наша национальная особенность, что выбираем не из лучшего, а меньшее зло. Да. И, ну, когда они говорят эти вещи, там, на самом деле, даже, ну, те же консерваторы, ну, я слушал, как Бордон себя хвалил, ну, честно говоря, с одной стороны, они по всем грамотам введение политической жизни, ну, в том числе и такого немножко циничного формата, они это все прекрасно делают. Ну, да, мы обещали, там, 500, не 500, там, увеличить, не увеличить, вот, там, типа, видите, все произошло. То, что иногда, помимо этих хороших решений, которые они обещали, у них есть уйма проблем, или созданных ими же проблемы из-за некомпетентности, из-за шкурности, из-за, может быть, такого упрямства или других непонятных вещей, это же, ну, в другой жанре, когда надо говорить про минусах. Про минусах никто вчера не говорил или позавчера. Ну, говорили о том, как мы хорошо, кто, что каждый хорошо сделал. и я думаю, что как раз иногда, если мы говорим про, и если, скажите, мы говорим о том, что, не задумался об этом, на самом деле, вот, ты меня заставил, но если мы говорим о том, что министры себя вот таким образом хвалили, честно говоря, очень хорошо, потому что, наконец-то, есть, ну, это тоже, на самом деле, зная, что ты должен будешь говорить, я как в детстве помню, что ты в конце лета должен будешь написать в школе работу, как я проволю лето, и я должен хоть немножко вспомнить, что я хорошего произвел, не просто играл только в футбол, нет, я должен вспомнить еще какие-то книжки прочел, передачи видел, хотя, ты сам помнишь, наше детство мы про это сразу забывали, мы вспоминаем, на самом деле, намного ярче событий, которые, те, которые писали в сочинении, формальных и правильных, и в этом случае то, что они это сделали, это хорошо, потому что это немножко и знаково, это заставляет их впредь тоже задумываться о том, что я буду вспоминать после того лета, и второе, что это хоть немножко их привязывает к той политической программе, которую они сделали, потому что, опять же, будем честны, до этого очень часто бывало же, как мы выбрали депутатов из национального блока, к примеру, которые пять дней позже начинают заниматься своими делами, связанными, не знаю, с финансовыми, транзитными, банковскими, другими вещами, которые никак не связаны с национальным вопросом, но они же как бы в процессе, но они же как бы националы, потому что у них погоны такие, хотя реальная деятельность, ну, никак не отражается национально, да, так же, как мы говорим про зеленых и их защита крестьян, или крестьянскую партию защита крестьян, или земледелие, защита, вопросы экологические, ну, никак не связаны с партией зеленых, ну, и тому подобное, помним эти все истории, и вот этот отчет, который был, это был на самом деле для меня очень знаковым, честно говоря, только что задумался об этом, знаковый, потому что он заставил этих наших министров хоть как-то через призму своего министерства или через призму своего политического участия отчитываться о том, что он действительно для своей политики, для своих избирателей там сделал, очень хорошо, на самом деле, надо это продолжать. Значит ли это, что прогнозы о том, что после выборов почти ничего не изменится, ну, не знаю, как кто-то говорит, ну, хорошо, новых консерваторов заменят в коалиции зеленые крестьяне, в принципе, это все, этот прогноз вообще имеет право на существование, на твой взгляд. Я думаю, что вопрос не в том, кто будет в новой коалиции, вопрос в том, кто ее возглавит и какая будет политическая линия или обязательства, или программа именно премьера, а не партии. потому что сейчас у нас есть премьер Карриндж, который премьер из мальчинства внутри коалиции, но его главная задача, условно говоря, быть хорошим бухгалтером, который все устаканивает и как бы все держит в поле зрения и не дает этому процессу расшататься. У нас были и другие примеры, также помним такие, условно, яркие, тот же Шейлэ, тот же Гудманис, тот же Репши и другие. Например, если мы говорим про предыдущего премьера, Мариса Кучинского, он тоже, я думал, больше был таким управленцем, который хотел сделать хорошую работу, вообще не знаю, есть ли у нас такой пример Волдеморт, который пришел сделать плохие дела. Вряд ли. Но у нас были примеры, которые, например, как и действующие, так и, на самом деле, и предыдущие, которые больше занимались именно вопросом успокоения или устояния. Также был Домбровский, также был Острауема. На самом деле, там ничего не меняется. У нас и были примеры, которые, и как только сам премьер является личностью и сервением, на самом деле, меняется вся повестка дня в правительстве. И те же самые партии, которые до этого были там у власти, они, на самом деле, более активны или более сотрудничество с премьером. Но, с другой стороны, ты прав в чем, что пока у нас есть такая коалиция, которая по большому счету, важно, чтобы каждое княжество само по себе активно работало и не мешал ей никто. Потому что, будем честны, но вряд ли как-то, ну там, если мы вспоминаем вообще правительство, да, были пару даже таких правительских собраний, где, я помню, премьер чуть не прямо говорил Домборда, что, ну, заканчиваем заниматься популизмом, делом хоть займитесь. Это был такой маленький, маленький выскочки, условно, премьера, которые быстренько забылись, может быть, с угрозой распада правительства или по-другому, и премьер понимает, что у него есть такая команда, которая у него есть, и с ней нужно работать. И, как только премьер становится немножко более активным, если мы говорим про то, где есть проблема быть, найти хорошего премьера в такой коалиции, что сама коалиция по определению никогда не будет хотеть, чтобы не премьер был сильно ярко выражена личность. Кроме одной возможности, что он представляет партию, которая в большинстве в коалиции, и тогда, например, если, например, есть ситуация, в которой одна из партий или, ну, хотя бы две могут в пару решать вопросы в целом правительства, остальные участвуют как партнеры, а не как соучредители, тогда по-другому. А это ситуация, которая у нас сегодня, она закономерна. Премьер из партии меньшинства в коалиции, потому что им тогда можно запросто все остальные большие игроки могут ну, как бы дергать. И, единственное, не знаю, я не думаю, что там есть какой-то, знаешь, сценарист, какой-то сидящий где-то в ложе, вот я сейчас буду там держать за ниточки и тупо. Нет, сама, ну, когда на улице ветер, мы одеваемся сильнее, да, или не выходим на улицу. Когда на улице тепло, мы одеваемся в рубашку. Полегче. И не научиться на улице, там, оденьте, пожалуйста, рубашки. Ну, это сама природа создает правила игры. Вот, ну, на самом деле, сама природа создала необходимость в таких примерах в такой коалиции. Ну, как только немножко этот процент может измениться, даже те же самые люди, имеющие в правительстве, те же самые, я думаю, та же самая коалиция и те же самые партии, как только у одной партии немножко больше веса, у второй немножко меньше, сразу может поменяться правила игры. Может быть, появится из этого более сильный лидер в другие направления. То, что сейчас нет. Это правда. Да, вот, нельзя не сказать еще о ситуации международной, мы видим, что вообще происходит в последнее время, и здесь, может быть, это тоже позволит нашим политикам как-то в позитивном смысле, как им кажется, попиариться. Ну, вот, мы знаем, что вчера выступил Левиц с заявлением, в принципе, за долгое время с каким-то таким жестким заявлением он выступил. Все это понятно, но, с другой стороны, не покидает ощущение, что это все хорошо, да, но мы же соседи, да, я имею в виду, мы все равно с Россией соседи, и мы не предлагаем никакой позитивной повестки дня, то есть мы просто присоединились к общему хору и кричим, давай шанкции, еще жестче шанкции, еще жестче санкции, и вообще, а дальше-то что? Но мы же все равно соседи, и в отношении кого мы хотим ввести санкции, в отношении бабушки из Воронежа, ну, очевидно, что руководство России, которому мы грозим санкции, они же не пострадают, но мы же все прекрасно понимаем эти правила игры, или не понимаем. Ну, я тоже долго думаю о том, как бы я поступил, если был бы на месте Левица. С одной стороны, ну, это уж точно та ситуация, которая, как в советских анекдотах говорится, пить боржом и уже поздно. Поздно, да. Когда мы сейчас находимся в ситуации, когда все, как бы, настроены на какие-то другие решения вопроса, и не потому, что они хотят воевать кто-то с кем-то, но потому, что чуть ли не у всех есть такая непонятность и чуть ли не желание перенести эту ссору на такую, ну, как бы, финальную стадию для того, чтобы, ну, наконец-то потом понять, ну, как дальше, знаешь, это сравнение, это уже дело там с семейными вопросами, когда ты с женой как бы, ну, как, знаешь, в русских фильмах, иногда хочется дойти до тарелок, да, и потом начать все с чистого листа, да, или поссориться до конца и помириться, потому что все же, вся этот процесс до этой ссоры, на самом деле, он намного мучительнее иногда, чем самосора, да, и вот это я тоже чувствую, что есть желание, ссориться и с той стороны, ну, уже они это активизируют, и есть желание участвовать в ссоре, в том числе, и с других сторон, потому что все, как бы, выигрыши, да, все хотят, все понимают, что сейчас выйти из того, как бы, болота, в которое мы сейчас немножко, каждый зашел, с долгами, с отсутствием мечты завтрашнего дня, отсутствием понятия, что, как это происходит, понятие, что все происходит неправильно, ну, и с другой стороны, ты понимаешь, что поменять ничего нельзя, потому что все, как бы, вот так стоит, да, и это можно, на самом деле, расшатать только с помощью каких-то, ну, как бы, шатани, это, и по большому счету, это обычно проходит в двух сценариях, или это, когда катастрофа человеческая и природная, ну, как было, условно говоря, полстраны Японии, ну, не полстраны, там, одну треть чуть не сносит тунами и разрушает землетрясение с одной стороны, и да, все, как бы, дружно начинают что-то строить и забывают про все остальное, начинают использовать шанс построить что-то заново более правильно, хотя для того, чтобы поставить, поставить правильно, на самом деле, все время иметь и, как бы, анализ, что неправильно сегодня, мы не думаем, что мы уже понимаем, что неправильно сегодня, это одно, а второй вариант, это всегда было, ну, типа, в 30-е годы, до 30-х годов, это одно военное ситуации, война, это переписывает все долги, переписывает все заново, создает заново новый плацдарм для создания новых, новых строев, и, может быть, безусловно, вопрос в том, что, что мне кажется, до этого было, до этого было немножко боязнь того, что война, это все-таки, ну, многие ее пережили очно, а не по телевизору, второе, что было немножко боязнь, или, ну, может быть, есть другие ваши шансы, а может быть, по-другому это можно, может быть, мы же, мы же поумнели, и в конце концов, действительно, зачем мы тогда, особенно, это могу сказать своим русским друзьям, зачем мы каждый год, там, 9 мая празднуем, что-то, и всегда говорим этот главный лозунг, ну, лишь бы не было войны, вот, чтобы такого не повторилось, что люди должны знать, что такое фашизм, для того, чтобы такого никогда не повторилось, и ты сейчас смотришь этот, в Воронеже, в том же, тебе упомянутом, смотришь телевизор, делаешь вопросы людей, да, понимаешь, что, на самом деле, та время, то время, когда мы, как бы, блокировали с помощью своих санкций, там, только Путина, его соратников, да, она прошла, вот, ты смотришь на, действительно, очень, такое, надо подавать русское слово правильно, ну, то, что я слушаю сейчас, из опросов простых людей, условно говоря, в тебе упомянутом Воронеже, не пугает, наши главные враги, англосаксоны, они всегда хотели нас уничтожить, прибалты, поляки, украина вообще не говоря, да, ну, и там, типа, они же наши главные враги, а чем они нам враги, ну, как, они всегда хотели нам плохого, но, безусловно, там есть какие-то наши риторики, которые в этом всегда помогали, ну, так сказать, что, типа, на том уровне, как они это уже воспринимают, что, это уже не является Соловьев, Киселев, там, эти люди, и можно, конечно, сказать, что эти телевизоры не смотрели, но, еще раз, ну, ты смотришь на это такое, ну, нормальных людей, которые, они так же пошли уже в этот процесс, что, да, все против нас сополчились, ну, ребята, ну, а как это случилось, ну, какая разница, как, ну, это сейчас так, мы должны с этим бороться, мы должны себя защищать, если мы сейчас не ступим за Украину, нам через месяц уже в Сибири будут натовские войска, ну, хотя ты сам понимаешь, ну, какие Сибири, какая, кто вообще интересуется заходом в Россию, ну, за пределами действующих, рубежей России, ну, ты хоть раз слышал здесь у нас, ну, условно, внутри блока НАТО, дискуссия о том, что надо идти, там, как-то действовать на, в России, в России, ну, против России, ну, я никогда не слышал. Никогда. Но там читают, что мы каждый день вот это и думаем, как их заставить, ну, трудно, на самом деле. Не знаю, как это, я не знаю, как это пришло, и на самом деле, знаешь, что меня больше всего волнует? Мы еще, хотя, то же самое было и тогда, на самом деле, что, посмотри, как этот маятник фашизма, а это есть фашизм, и там, и у нас, по большому счету, как он настолько быстро, он дошел чуть ли не до кипения, но еще два года назад, я думаю, что, на самом деле, там помогло как раз ковид, еще два года назад мы, ну, да, есть тенденции, мы с тобой в передаче говорили про единство, по партии, формат партии даже, и у нас, в Латвии, и в России, даже самое главное, это единство, все с троем, и даже, ну, так, ну, ладно, это еще такое, ну, это опасно, но не настолько, посмотри, как наши с тобой прогнозы, на самом деле, быстро, ну, они сейчас с таким, с экспансией, ну, этот тем, как она развивается сегодня, это уже не то, что было там медленно, а нам кажется, что, ну, нет, нет, там, до, 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 до этих самых лагерей жидов, еще далеко, извини, но, по-моему, там эта экспансия, как это все развивается, когда будет лагеря, да, там недалеко, посмотри, это дискуссия, которая у нас была, даже во время ковида, когда люди готовы, чуть ли не сажать этих людей, в гетто, невакцинированных, это тот же самый фашизм, на самом деле, это не вопрос, я сейчас не хочу затронуть трему, я говорю, само поведение вопроса, и самотональность вопроса, что взять неправильных, и чуть ли не вывести их за пределами Сибири, зачем тогда мы вспоминаем эти высылки, и говорим, что мы никогда не забудем, так это же боль, мы же понимаем, боль так нельзя, и в тот же самый момент, и мы, так же, как и россияне, вспоминая про войну, готовы, условно говоря, сами воевать, и создавать новые концентрационные лагеря побольше. А вот такой, может быть, пять минут только прошло, и уже посмотрите, какая погода. Вот посмотри, такой вот философский вопрос, так, чтобы, может быть, чуть-чуть разбавить такой грустный диалог, а может быть, вот как многие пытаются, психологи говорить, что выросло уже два поколения уже, если даже не больше, которые не видели войну, слава богу, конечно, да, и они вообще, ну, фильмы они, конечно, смотрят, но вот больше такое ощущение, что они сидят в компьютерах и думают, ну, подумаешь, ну, что там война, может быть, в этом кроется еще опасность психологическая. Я хотел бы сказать, что ты помнишь, ты меня ассоциировал, я тебе это говорил уже 34 года назад, что это говорили тоже и другие исследователи, что это, что мы еще переживем проблему именно того, что эпоха тех политиков, которые влияли на политику, которые сами были за участниками войны и сами от нее очень избегали, делали все необходимое, у них была сверхсадача только одна, вот то, что мы вначале говорили по поводу нашего правительства, устаканиться и устояться, да, тогда вот то же самое было, я думаю, что политика Тетчер, Горбачева, Кола и других, в том числе и Горбачева, это именно была позиция, ну, не дай бог война, лучше компромисс или лучше поражение моральное, ну, чем война, потому что хуже, чем войны, ничего не может быть, мы ее помним, и тогда вот этот уход этих политиков, уже тогда было, ну, это же, они же не сегодня ушли, и не вчера, они ушли по большому, что 10 лет назад, активные, потому что все, которые сейчас у власти, ну, условно, 70-летние, доканул, там, тот же самый Путин, это не, он не пережил войну, он не участвовал, он родился позже, там, ну, и Байден, он в ней не участвовал, хотя, как я понимаю, родился в одно время, да, с войнами, но, ну, он не, хотя, может быть, он что-то детское помнит, даже, не знаю, как ты думаешь, ну, сложно сказать, да, вот, ты уже упомянул, естественно, вакцинацию, понятно, что этот вопрос еще долго будет будоражить умы, но вот, я-то как раз абсолютно не антиваксер, а наоборот, но иногда кажется, что политики, и даже эксперты, так заигрались во всю эту историю, с сертификатами, так они к этому привыкли, и так им это понравилось, что они уже не могут остановиться, я имею в виду, вот это требование, срочно всем привиться, третий раз, и это при том, что сами признают, что, вы знаете, ну, при всем уважении к бустерной вакцине, людям здоровым, молодым, она не очень нужна, потому что, во-первых, не защищает от омикрона, во-вторых, омикрон кардинально отличается от дельты, это такой, как бы, медицинский нюанс, ну, а нам говорят, вы знаете, ну, мы же закупили, ну, у нас 4 миллиона доз вакцин, ну, мы же закупили, ну, вот, вот, это все, такое ощущение, что уже аргументы закончились. Знаешь, честно, что я тебе скажу, поскольку у нас с тобой всегда формат немножко философский, я не буду говорить про 4 тысячи или 4 миллиона, я тебе скажу другое, что я вообще еще никому не говорил, и вопрос в том, что с помощью коронавируса во всех странах появилась новая каста людей, которая каким-то образом сделала то, что до этого не получалось ни одной власти. Она сделала, она прикрепила ко мне цепь, и к тебе, и к другим, и она могут, у нее есть рычаги. Директор школы, условно говоря, сегодня я тебе разрешу работать, завтра я всех уволю, сегодня я открою школу, завтра ее закрою. Я сейчас не говорю про директора школы, я говорю про директора любого магазина. Тот формат, тот уровень неприязни, когда ты заходишь в магазин, и ты до этого был почетным клиентом, и тебе с такой, знаешь, явно выраженной форме, эсэсовца, условно говоря, сравнение, форму, не это самое, маску наденьте, и ты как послушный, ну, дурачок, да, слушаешь всех, слушаешь, и ты выполняешь приказ, кого, охранника, который до этого был вообще, ну, ну, не то, что никто, но он был, ну, не точно без элементов власти, так же, как без элементов любой власти было, любой директор, любой продавец магазина, парикмахер, или любой другой, да, и она, с одной стороны, когда ты видишь этот, тональность, как она это делает, и это начиная с продавцом, а потом дальше идет, я же упомянутый директор о школах, и доходит до министров, когда ты, понимаешь, до этого ситуации, в которой я бы следил бы за министерством образования, как они изменили новое там положение, я вообще там, типа, что-то они делают, слава богу, что-то делают, пусть не мешают, я когда надо будет, ну, прослушаю, а сейчас я как дурачок, слушай, будет опять новости, что я могу во время тренировки делать, могу ли я зайти в душ на 5 минут, или 2-10, надо послушать министра, она мне сейчас скажет, как я могу себя вести, и вот этот уровень власти, которые сейчас люди взяли на себя, или получили, по отношению к другим людям, условно, в твоей рабочем месте, или по-другому, это наркотик, который не избавится из-за того, что вдруг, к примеру, там, не знаю, в Ирландии, в Дании, или в... в Израиле, как, например, будет вообще упраздняться в COVID. Я помню ситуацию, в которой я был в Дании, я, по-моему, тебе рассказывал, в октябре, когда они уже на месяц, октябрь, я как раз туда попал, они отменили COVID. То есть, они сказали, что COVID это как грипп, он является, вы должны каждый остерегаться, у нас все больницы готовы, вы сами за себя защищаете, но мы не будем мешать в течение жизни, да, и вот в Дании, как я видел, они смогли сразу, ну, типа, нету COVID, все, приказ, возможность отдать приказ от бармена закончился. У нас, я думаю, он не закончится. И знаешь, почему я говорю, что первый раз тебе скажу, это такое откровение, я не знаю, как этих людей можно будет заставить отказаться от этой власти. Как, как? Ну, честно говоря, самое неправильное сравнение, это было то, что сделали сталинцы во время Латвии, не только в Латвии. Ты не можешь поменять строй, не упразднив какую-то часть населения, отправив ее куда-то. Как мы будем заниматься этими людьми, которые привыкли отдавать мне приказы в нормальной, свободной стране, которые, ну, поменяется строй, условно говоря, после COVID будет строй, после COVID. Как заставить этих людей отказаться от этой амбиции власти, которые каждый одних уже почувствовал, я не знаю. Ну, чуть ли не опять нужно что-то высылать, но это же, ну, это же, как я, как, не та, что шутка, это как, как, ну, самое-самое плохое на сравнении, но это почему они тогда сделали ту ситуацию. Ну, так и не объясняли, коммунисты, почему они сделали высох, потому что по-другому нельзя, ну, как бы, заставить поменять строй. Как мы поменяем это строй? Ну, не знаю, там будет социальные кампании, будем делать, я не знаю. На самом деле, мне это волнует, потому что иногда кажется, что без хирургического вмешательства это никак не сделать. Да. Я не хочу жить еще после ковида, еще сто лет, условно говоря, и чувствовать, как эти люди не хотят эту власть отдавать. Они сейчас, ну, 90-х, ну, они, это наркотик, ты не почувствовал это самое, на самом-то себя, никак. Да, очень даже почувствовал. Вот в связи с этим такой вопрос, который я хотел, может быть, в завершении задать, мы только коснулись его мельком, вот эта программа поддержки населения, которую Кабинет Министров принял в связи вот с этими рекордными высокими тарифами. Вот у меня создалось такое ощущение, что коалиция говорит, ну, мы очень не хотим, деньги заканчиваются, и вообще мы далеки от этих проблем, у нас хорошая зарплата, ну, ладно, все-таки выборы, ну, так и быть, ну, мы что-нибудь поможем как-нибудь, кому-нибудь, вот не создалось тебе вот такое ощущение, может быть, я не прав, может быть, они неправильно коммуницировали, как сейчас модно говорить, да, но вот у меня создалось такое ощущение, что они вот, ну, ну, знаешь, есть такое выражение у латышского, агарием зобием, да, но вот что-то, что-то в этом роде, что, ну, не хочется, ну, ладно, ну, так и быть, народ там что-то пристает, что-то им не нравятся, платежи эти коммунальные. Думаю, что там есть такая, хотя, ну, тоже то, что учат как раз людей, когда ты живешь в военном положении, например, военном госпитале, да, да, или военная ситуация, да, единственный формат, как ты можешь вообще сделать свою работу, если ты доктор, это вообще выключить человечество от себя, ну, просто делать свою работу, с механикой, да, да, потому что нету людских жизни, там, типа, вот, извини, что я сегодня такой строгий, да, это чуть не единственный вариант, то же самое и здесь, например, что, чтобы помочь людям, надо, может быть, немножко отойти от этого, и я думаю, что там они не потеряли человечество, нет, они, и думаю, что это не делается, они это не делают из-за, по-русски, жадности, или как-то в другом сказать, нет, и даже не потому, что выборы, там есть люди, которые понимают, что, ну, я думаю, что больше, если ты говоришь, что их пугает, их пугает народ, условно, вилы, да, потому что, даже не то, что выйти на улицу, я думаю, что как раз вот этот уровень людей, которые не верят ничему, и получили счет, который больше, и их зарплат, да, это создает, ну, систему, когда, безнадёги, в которой люди готовы учить на всё, ну, там, и тогда появляются бреевики, и другие, которые, на самом деле, могут пугать людей, намного больше, чем выборы, но то, что я здесь видел, это, на самом деле, опять же, мы заканчиваем тем, чем начали, нашим правительством, и тут немножко, как раз, Иварс Годман, из бывшей премьеры, вчера хорошо разъяснил у Домбурса, Яниса, в передаче, что проблема была не в том, что сколько денег они дали сейчас, проблема была в том, сколько денег они додали до этого, и до этого, когда они не могли понять, что делать, когда было мотание, всё время шатание туда-обратно, тогда вот та помощь, которую, например, я получил в прошлом году, за каждого ребёнка, по-моему, 500 евро, ну, к примеру, да, и другие форматы, как деньги просто из вертолёта выбрасывались, сначала выбрасывались, потом, типа, нет, нет, не всем, и там подобное, вот там, на самом деле, настолько много потрачено, что вот тогда, вот сегодня, когда по-настоящему нужно, когда уже их нету, хотя, как я понимаю, они в прошлый раз, ну, я так понимаю, они эти деньги разбрасывали, с учётом, что сейчас быстренько разбросим, ковид закончится, и мы, и я их человечески понимаю, на самом деле, это да, это, конечно, ошибка, её нужно признать, ну, ладно, но самое важное, ну, я понимаю, почему это так было, ну, никто из нас не знал, что ковид не закончится, потому что мы тоже думали, что, типа, в 2020 году уже всё, ну, оказалось, в 2021 ещё хуже, и начинается 22, который ещё, как бы, начинается ещё хуже, чем в 2021, да, и что, скорее всего, ну, деньги будут нужны ещё и ещё, и тогда, на самом деле, этот вопрос, то, что мы, опять же, тоже затронули по поводу войны, он ещё больше имеет, потому что не только мы в этом участвуем, все же европейские страны, и все мировые страны, по большому счёту, сейчас заняли у внутренних, у внешних, у других рынков, какие-то деньги для того, чтобы, как бы, пройти эту ситуацию, да, но из-за этого, что я действительно чувствую, что то, что мы можем сделать уроки, на самом деле, мы можем сделать уроки, я и ты, лично с тобой, что, и, например, я эти деньги есть, когда я получу за детей, я их точно буду вкладывать, например, в систему, то, что я до этого всё время копил, но не докопил, например, там, типа, или внутренний какой-то камин, или там, печка, которая, может быть, без электричества, или какие-то другие вещи, например, пару окна надо переделать, для того, чтобы меньше ветра проходило, и там подобное, потому что, действительно, если мы ещё эти деньги, с тобой, там, все лично, их потратим на то, что, типа, ну вот, заживём, ну, мы же долго не кушали витамины, давай мандарины купим, ну, то это будет самое худшее, что сделать, вот таким образом поступало правительство, я не хочу так поступать, на самом деле, то, что мы, если мы совсем так смотрим, то, что мы не сделали, хотя, помнишь, была дискуссия, что мы можем сделать, это тоже, на самом деле, проблема у нас очень много, мало, извиняюсь, очень мало визионер, который может повлиять на повестку дня, помнишь, были первые дискуссии, у нас есть ковид, какие есть возможности ковидского времени, да, это вообще вся онлайн-индустрия, что, наконец-то, чуть ли, когда мне спрашивают, подписать бумагу, я уже не понимаю, что такое, за два года мы уже к этому привыкли, дети учатся, на самом деле, например, у меня все лекции очные, онлайны, все, я даже студентов не видел уже три года по большому, с 20-го года я не видел студентов, уже будет, ну, третий год будет сейчас начинаться, да, и это хорошие вещи, но есть же много вещей, которые могли еще лучше сделать, мы могли это время использовать, для того, чтобы провести какие-то, не знаю, там, внутренние, я знаю, что много людей как раз этим занялись, что они сделали домашние ремонты, ну, потому что я помню, что курсы же, почему было не, ничего, ну, почему были большие очереди, первая война, волны, да, тут вопрос, как, что мы успели сделать, хотя, потому что уже, ну, уже сказать, что сейчас можно что-то еще успеть, хотя может быть можно, но не так уж просто, но мы не успели сделать многое, от чего могла Лиза ковид сделать время, а это было очень хорошее время, на самом деле, в основном, я такой, как я и ты, написать книгу, прочесть книги, там, не знаю, там, ты не можешь идти на работу, сделать, наконец-то, домашний ремонт, ну, что, и для, как, по-маленькому, так и по-большому, и вот это, есть проблема, что мы сначала потратили все деньги там, и я думаю, что сейчас это, начинается такой, второй психоз, первый, первый был такой, у нас же так много денег, помнишь, это карнишевое заявление, как никогда, и тут вдруг ты так, ой, послушай, а закончились, что теперь, а все уже привыкли, типа, как, что теперь, оказывается, и тогда получается, что, типа, я смотрю по самоуправлениям, например, там есть, и не знаю, как, я понимаю, что у них-то возможность, хотя надо это уследовать, на самом деле, у них-то возможность занять так быстро, и так хорошо нету, например, я знаю, что по своей той же, Елгаве, не только, заканчиваются там, кружки, их, для этого уже нету денег, для каких-то там хоров, для спортивных событий, и не только, все эти бюджеты, я знаю, что в Риге, по-моему, то же самое, как минимум, при том, что инфляция настолько повисилась, даже если, ну, если ты тратишь на электричество, два раза больше, а у тебя дотации, к примеру, для там спортивной школи, остаются на том же уровне, и говорится, формально говорится, ну, мы же у вас ничего не поменяли, столько же евро осталось, это же по-большому, что уже меньше денег, все равно, потому что у тебя затраты намного больше, ну, если мы даже смотрим, например, к примеру, такие, даже тот же самый спорт, но, у меня сейчас, я думаю, что поездка туда-обратно, в Литву, стоит, ну, на полтора раза больше, из-за того, что бензин не стоит уже евро, а стоит евро 50, но, как минимум, например, но если получать даже те же самые деньги, формально, мне еще договорить такое, знаешь, ну, мы же вам дали столько же, сколько в прошлом году, это не столько же. Это же не столько, да, совершенно не столько же. Кристиан Озенвальц у нас был в прямом эфире, спасибо большое. На одной волне с гор.